Всем привет! С вами опять новый ролик и просто обалдеть! Какая новая тема ролика! Эксперименты с колой. Я знаю, что вы сейчас все подумали, о нет, сто триллионное видео с колой, сколько можно? Но, друзья, согласитесь, бесконечно можно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущая вода и на эксперименты с этим напитком. Поэтому приготовьтесь получать от этого ролика настоящее эстетическое удовольствие. Раз уж мента самая любимая конфетка для экспериментов с колой, мы не могли обойти ее стороной. Посмотрим, как количество напитка и конфет влияет на масштабы реакции. Нальем в каждую банку один, два и три литра кока-колы. В самую маленькую добавим одну упаковку ментаса. Да, вот она картинка, привычная глазу обывателя YouTube-кола во всей своей красе. Окей, во вторую банку добавим уже две упаковки мятных подушечек. Так, тут кажется поактивнее, чем в первом случае. Хорошо, можем приступать к финальной третьей банке, куда мы добавим сразу три упаковки конфет. Погнали! Незамедлительная реакция, вот это да! В пену превратилась ровно половина банки. Ну а на этом мы не останавливаемся, а повышаем ставки. Возьмем четырехлитровую колбу, две бутылки колы и пятьдесят упаковок ментаса. Располагаем все по отдельным сосудам. А теперь смешиваем. Вау, шипение прошло быстрее, чем мы успели добавить последние конфеты. Но пена даже не вышла за края. Да уж, молниеносно, но не очень эффектно. Такой результат этого опыта. Идем дальше. Правила остаются те же. Четыре литра колы. Вот только теперь пробуем добавить туда семь упаковок соды одновременно. Пау, вот это да! Почти извержение вулкана. А на замедленной съемке даже немного напоминает кофе с молоком. Ну очень красивый эксперимент получился. Что вы думаете? Пишите в комментариях. Ладно, теперь попробуем превратить бутылку колы в настоящий гейзер. Поскольку горлышко у бутылки меньше, чем у четырехлитровой колбы, выброс газировки должен быть в разы мощнее. Проверим. Засыпаем соду. Вот это да! Мощная струя выше человеческого роста. Так намного лучше. Посмотрите, как необычно она извивается на замедленной съемке. Кажется, будто ее вылилось на поверхность больше, чем было в бутылке. Просто бесконечный поток. Ребята, безумно интересно, есть ли среди наших зрителей те, кто ни разу не пробовал опускать конфетку Ментоса в Кока-Колу. Интересно, существуют ли такие люди? Быстрее залетай в комментарии. Дай нам знать о себе. А может, не только содой возможно добиться такого эффекта? Давайте дадим второй шанс Ментосу и заодно испытаем таблетки активированного угля. Добавляем. Да, Ментос действительно не разочаровал. Получилось ничуть не хуже, чем с добавлением соды. А вот от угля Коле ничуть не жарко. Напиток поднялся совсем немного. Хорошо, тогда попробуем сравнить два на вид очень похожих реагента. Соль и соду. Посмотрим, насколько похожими будут их результаты. И сода вырывается вперед. Напор Колы с содой превосходит соперника почти вдвое. Но надо отдать должное. Соль тоже показала неплохой результат. Пришло время сравнить два наших лидера – соду и Ментос. Добавим их в двухлитровые бутылки. Реакция с Ментосом прошла очевидно быстрее, но не превзошла соду в силе напора. По росту напора опыты прошли практически на равных. Да уж, кажется, наш ролик можно теперь смело относить к релакс-видео. Что может быть более успокаивающее, чем смотреть на то, как Кола фонтанирует в замедленной съемке? Ну ладно, отдохнули и хватит. Возвращаемся к экспериментам. Посмотрим, что будет, если поджарить Кока-Колу. Для сравнения возьмем сначала диетическую колу, а потом обычную. Добавим немного на раскаленную сковородку. Все кипит, словно джакузи. Но со временем диетическая Кола полностью исчезает, не оставляя за собой следа. Посмотрим, так ли будет вести себя обычная. Тоже кипение, те же пузырьки, но погодите-ка. А это что? Выглядит как какое-то инопланетное желе. Еще и тяжело убирается со сковородки, остается на ложке. Ладно, с напитком мы провели уже достаточно опыта. Пришло время проверить на прочность сами бутылки Колы. Возьмем стандартную стеклянную и попробуем расплавить ее газовыми горелками с двух сторон. Кстати, в основе внешнего вида такой бутылки лежит форма бобов какао. Потому что стекольщики, работающие над ее дизайном, ошибочно считали, что эти семена – основной ингредиент напитка. Несмотря на заблуждение дизайнеров, эта форма так и осталась в ходу. Но не у нас. Наша бутылка уже скорее напоминает сгнивший боб какао. Окей, устроим проверку на прочность жестяной баночки. Попробуем забить ей гвозди бейсбольно битой. Удар! Вау! Очень мощно. Гвозди просто прошли насквозь банки. Попробуем повторить то же самое с пластиковой бутылкой. Кладем ее на гвозди и... мощный удар! Пены и брызгов много, но если присмотреться, то видно, что все гвозди прошли лишь сквозь низ бутылки. А до верха не достали, ведь диаметр у нее больше, чем и предыдущий. Ладно, настало время придать этому видео немного огня. У нас есть вот такие вот петарды. И как вы думаете, что случится с банками колы? Ответ смотрите прямо сейчас. Поджигаем и убегаем как можно дальше от взрыва в безопасное место. Да уж, если сделать скриншот, то может получиться настоящая афиша, где мои помощники в лучших традициях Голливуда бегут на фоне взрыва. Посмотрели бы такой фильм? Окей, мне кажется, мы можем лучше. Сделаем колу реактивной. Для этого выльем пропан в отдельную бутылку для удобства. А теперь добавляем его в колу и резко переворачиваем. Кола-ракета запустилась. А следующая остановка мимо непонимающих, что происходит прохожих. Главное, что никто не пострадал. Вот этого парня мы планируем хорошенько сегодня покалечить. Если только его не спасут эти баночки колы. Ведь мы собираемся выстрелить в них из арбалета. Оу, наш манекен упал. Что ж, посмотрим, смогут ли спасти жизнь 10 баночек колы. Манекен снова падает, но уже не от поражения стрелой. Ведь она застряла в жестянках. Получился настоящий шашлык из баночек. Проверим, насколько выносливы и пластиковые бутылки колы. Целься-пли! И стрела снова застревает в бутылках, превращаясь в обычный шампур. Вот так кола второй раз спасла жизнь нашему манекену. Попробуем увеличить количество бутылок. Да уж, в этот раз стрела даже не дошла до последних двух бутылок. Вот это прочность. А ведь все всегда говорят только про вред колы. Но никто никогда не упоминал, что кола может спасти жизнь при определенных обстоятельствах. Ух, после таких экспериментов нужно немного отдохнуть. Считаю, что нам просто необходима пенная вечеринка в бассейне. Для начала засыпаем дно бассейна содой. Украсим все конфетами ментоса. Их много не бывает. А где есть ментос, там всегда должна быть и кола. Это, можно сказать, главное правило экспериментов с этими ингредиентами. Их нельзя разлучать. Перельем колу заранее в пакет. Для разнообразия зальем во второй пакет еще и фант. Теперь все готово, чтобы заполнить наш бассейн пенной доверху. Поехали. О, да, знаете, выглядит так круто, что я бы даже искупался там, если бы не знал, что в бассейне вовсе не вода. Вам, кстати, тоже не советую купаться в такого рода пенных бассейнах. Лучше нажимайте на кнопку подписаться на колокольчик и не пропускайте новые ролики на канале А5. Ну а у меня все. С вами был я, меня зовут Влад А4. Вы были на канале А5. Всем пока-пока.